Строительство Самара-арены под особым контролем. Работы идут с тахановскими темпами. Процесс не останавливается ни на минуту. Готовность стадиона более 70%. Продолжается обустройство инженерных сетей. Налажено электроснабжение по постоянной схеме. Сегодня вопрос подготовки к чемпионату мира по футболу стал главным на пленарном заседании Самарской губернской думы. Сейчас полным ходом идет формирование кровли. На игровой площадке началось обустройство газона. Половина площадки, предназначенной для устройства футбольного поля, передана организации-подрядчику СИСРУС для подготовки газона. На этой половине выполнена уже дренажная система, произведена отсыпкой выравнивания щебня, уложены плиты под технику. На второй половине ведется отсыпка песчаногравийной смеси. Один из главных, пожалуй, вопросов, принципиально значимых и важных, который определит уровень подготовки нашего стадиона к чемпионату мира, это, конечно, состояние поля. Сейчас мы видим, климатические условия достаточно сложные, уже начинаются. Есть сегодня технические решения, которые позволят в конечном итоге нам подготовить качественное поле, которое будет отвечать требованиям ФИФА. В том, что поле будет сделано качественно и в срок, никто не сомневается, как и весь стадион. Отставание некритично, до игры еще 233 дня. Что же касается состояния транспортной инфраструктуры, предстоит выдержать очередную проверку боя. 25 октября в Самару приедет делегация ФИФА. Цель визита – оценить готовность дорожной сети. Впрочем, большинство улиц уже сделаны более чем на 70%. А вот проблема, которая, похоже, останется еще надолго – экология городов. По данным Росприроднадзора, наиболее критичная ситуация в Самаре и Тольятти, где воздух загрязняют нефтяные и химические предприятия. Так, в вечерние часы в областном центре чувствуется запах нефти. Все дело в розе ветров. Во время штиля даже допустимые выбросы становятся опасными. Если нет ветра, это все гидромет. Они каждый день на связи с ним. Если погода стоит там неделю и вторую, то они должны плодить до приостановки этого производства. В итоге решено создать рабочую группу, которая займется разработкой предложений, как усовершенствовать природоохранные законы. Олег Зверев, Станислав Левин, События. Прошу голосовать, коллеги.